Любая погода на рыбалке, это лучше, чем лежать дома на диване. Дождь, грязь, рыбалка. Наверное, это уже девиз третьей моей рыбалки будет. Новый водоем, новые впечатления, новые гости у меня в секторе. В этот раз мы рыбачим с уважаемым человеком карповой ловли. Это Олег Ильич Певнин. Всем привет. Ну что ж, друзья, мы начинаем. Поехали. Олегу Ильичу до водоема добираться совсем немного. Он приехал на водоем на пару часов раньше. Уже завез с лодки, в каждом секторе предусмотрена лодка, завез уже удилища. Будем рыбачить на его ротпод и на его удилище. Он не стал меня ждать. Установил все свое оборудование. Ротпод у Ильича Дайко оригинал. Удилище Спортекс Зетка. И Катушки Шимано. Кормить сильно много не будем, потому что перемена погоды. Непонятно, насколько рыба активно питается. Но начнем кормить очень аккуратно. Если будет отклик рыбы, мы начнем увеличивать количество прикормки. Увеличивать фракцию. Пока мы бойлы целые не даем. Даем дробленые бойлы. Дробленый фигровый орех. Даем мелкий перец форелевый и более округлый перец в 4 сезона. Вот. Без риска. Перекормить рыбу. Если рыба не будет ловиться, то это все быстро расклорится. Вареным бойлам мы не кормим. Над ней ничего не будет лежать и мешать нам. Хватит пока. Сейчас вот эту жменью. Так. И будем завозить. И ждем поклевку. Это у нас корм для начала. Дальше мы уже будем смотреть. Как пойдет дело. Завозим. Первая поклевочка. Олег Ильич говорит, что что-то тяжелое. Хорошая рыба. Сопротивляется. Слова. Оттуда никто не ловит. Все пытаются под берегом ловить. А рыба очень часто ходит. Маленькая-маленькая русловая. Там канавка есть. Вот она по ней ходит. Рыба тут вообще сильная. Тут трудно понять, какая рыба. Особенности сазания с того плана. Она может очень жазу дать. Даже не будучи очень большой. Как бы не амбул. Нет, карта. Небольшой, да? Небольшой. Ну, подходит совершенно не уставшим. Начинает исполнять уже под берегом. Вода чистая. Тут не будет хорошо. Поплевка. Поплевка. Точно. Да, 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 да. Ты видишь, вот с этих двух этих мест уже подойдет охлёж. Прикольно. Ну, вот, говорит, Николич. Ну, да, тут под десятку. Сазан, они тут дурные. Красивый, да. Апельсиновый. Это рыба очень красивая. Под десятку, Саш. Апельсиновый, говорит, карп. Да, да, да. Точно, как Ильич говорит, рыба доходит до вымостки не уставшая, потому что расстояние небольшое. А уже возле вымостки начинает здесь вытворять чудеса. Мне приходится неудобно так вываживать, потому что у нас леска одна идет в ту сторону. И я наклоняюсь, чтобы леской не перерезать ту леску. Ты глянь, какой сильный. Да, очень сильный рыбой. Я говорю. Начало рыбалки на адреналине. Только разложили лагерь. И сразу полный адреналин. Полный адреналин. Полный адреналин. Да, только мы разложили лагерь, только завезлись. У нас сразу случился дуплет. Две рыбы мы поймали с разных точек. Но надеемся, что несмотря на не очень хорошую погоду, мы удачно порыбачим. Этот водоем нам еще подарит немало адреналина. Да, классно. Очень хорошая, сильная рыба. Я держу 7 килограмм. И Ильич, сколько напомню? Да, около 8. Около 8, да, 8500 почти, да, по-моему? Как-то так, как-то так. 7 и 8500. Очень сильная рыба, особенно вот эти сазаны. Они длинные, прогонистые, очень сильная рыба. И тем более, тут небольшие дистанции, что утомить рыбу сложно до берега. И поэтому борьба такая доставляет удовольствие. Даже с такой относительно небольшой рыбой. У нас поклевочка. Вот, что я говорю. Там никто не может. С точки, которая под берегом. Это очень длинный. Ага. Получая рыба. А? Получая рыба. Не могу сдвинуть с места вообще. О, пошла. Вот и поклевка, видишь? Я говорю, давно не было. Видишь, он шарится вот под берегом, под нашим. Спокойно. А там никто не лажит никогда. Не знаю, эту тучку. Давай с лодки возьмем. Все нормально. Давай, садись. Садись назад же. Не поддается. Помощь нужна. Засечка идеальная. Сейчас надо, это Саша, там заткнут этот антисептик. Вот он. Сейчас. В общем, у нас продолжает потихоньку клевать. Вот еще очередной карп к нам пришел. Такой же примерно около 8 килограмм, как и предыдущие. Так что, несмотря на не очень, вроде бы, хорошую погоду, репка клюет. Продолжаем ловить. Начинаем, может быть, потихонечку увеличивать количество корма и увеличивать фракцию корма. Попытаемся поймать более крупную рыбу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Вот такой вот амур красавец. Первая моя рыба 7300. Отличная рыбка. Черный, красивый амур. Красивый амур. Ну, по крайней мере, для нас мы не ловили таких темных амуров. Обычно светлые, белые такие. Какие у нас планы на утро. Ночь нам, к сожалению, не принесла поклевок рыбы того размера, который нас интересует. Поэтому сейчас рассвело. И мы вернемся на те насадки, которые нам принесли 6 поклевок вчера днем. Будем пытаться понимать, в чем дело. То ли просто рыба ночью не пыталась, потому что сильно похолодало. То ли дело в насадке, то ли дело в том, что мы немножечко изменили состав прикормки. Мы чуть дали ее больше и добавили дробленого бойла, чего мы не делали раньше. Ну, сейчас мы будем по одному фактору менять. Чтобы понять, какой из них окажется решающим. Для начала мы вернемся к тем насадкам. По папам Speed Octopus. Кальмар-осминог растворимым, который нам принесли вчера 6 поклевок. И я смотрю. И мой любимый. Вот, а также, да, вот Сашин любимый. По папам кальмар-осминог черный перец попробуем. Это хит, хит, хит. Вот, и вавторс сладкая кукуруза, который очень хорошие отзывы имел в прошлом году у нас. Очень многие рыболовы говорили, что очень хорошо именно этот вавторс работал. Ну, попробуем еще его. Ну, вообще, порчист попробуем сделать на ту насадку, которая нам реально принесла. Да, да. Достаточно много поклевок на сломе погоды. Очень, в общем, очень холодно сейчас. Для 1 июня очень холодно, реально. Кстати, сегодня первый день вето. Да, первый день вето. В общем, будем пробовать, будем по одному менять факторы, как бы, влияющие на клев, для того, чтобы понять, какой из этих факторов окажется решающим, и который нам, в конечном итоге, мы надеемся, принесет успех. Да, да. Это угорь или вьюнь. Здесь в секторе есть и лодочки. Я надеюсь, вы уже заметили. Ну, кораблик у нас в наличии есть. Я его взял. Поэтому, не лишним будет, если мы точечно... Все равно, с лодки так не получается точечно кормить корабликом. Более так уже ложится. Точнее и насадка, и прикормка. И тем более, немного удобнее. Расстояния здесь небольшие. Тут буквально до следующего берега, ну, максимум, наверное, метров 50. Точнее и насадка. Недолго мы радовались погоде без дождя. Опять пошел дождик. Но мы услышали у соседа поклевку. Возможно, рыба двинется. Начинается дождик, но он не может сломать наши планы. У нас сегодня по плану хороводы вокруг костра, шашлык. Так что любая погода на рыбалке – это лучше, чем лежать дома на диване. Наконец-то закончился дождь. Часа три, наверное, мелкий такой. Хороший дождик прошел. Все мокрое, скользко. В случае поклевки резко не стартовать. Иначе до родпода будешь ехать на попе. Жарим шашлычок. Готовимся к ужину. С поклевками у нас сегодня немного кисловато. Но это, скорее всего, как, Олег Ильич, думаем, погода давит. Да, мы найдем причину. Это не мы виноваты. Это погода виновата. Правильный карпятник всегда найдет причину, почему не клюет. Но я думаю, должно сработать. Сядем кушать шашлык и будет поклевка. Ну да, на это уповаем. Мы даже так хотим. Сегодня мы так хотим даже. Ну, красота. Птички поют. Погодка замечательная. Несмотря на то, что дождь прошел, наделал немного сырости. Все класс. Зато мы как-нибудь на необитаемом острове. Видите? Там девятый сектор. До него метров пятьдесят, наверное. Да, максимум? Метров пятьдесят. Вот там никого нет. Седьмой сектор. Вот там тоже метров пятьдесят. Ну, его абсолютно не видно, не слышно. Только птицы. Шашлык. Предательские молчащие сигнализаторы. И мы отдыхаем классно. И соловей к нам прилетел нам спеть песенку. Шашлычок, шапат, сачок. Вот сачок, да. У нас это, как это? Безалкогольная свадьба у нас. Так назовем, да? Это трезвая команда. Вот тут. Команда неупотребляющих. Шашлык волшебный. Специалист замачивал. А другой специалист жарил. Да, давай жарил. Это же у вас семейное. Все-таки сработала система, да? То, что мы ждали, когда шашлык мы сядем кушать. Это хорошо. А мы еще сидим, начали кушать. Я на пейджи смотрю, говорю, ну, ну, ну. И тут буквально через минуту. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Это удилище вообще метров тридцать у нас максимум, да? Ну, да. Дистанция. Давай, покажись. Кто ты, кто ты? Очень сильная рыба. Ты глянь, уже два раза поднимал на поверхность, топанул в воздухе, и все равно. Давай, Ильич, давай! Есть контакт! Керамар клюква. Растворился уже, понимаете, до 10-го размера. 16-й бойл. Четверка-крючок. Инлайн-монтаж. Угу. Матки по воде. Ну, рыба 100% около 15 килограмм. Это видно визуально. Видно было. И потому, как она себя взяла. Вот, сейчас мы ее взвесим. Ну, я думаю, тут 15 будет 100%. Рыба толстая, очень красивая. Такой круглый карп. Итак. Ребята, почти 20 с мешком. Но это мне 15. 19,750. Сейчас мы взяли на полтора килограмма мешок. Восемьсот... Восемнадцать пульс. Восемнадцать двести пятьдесят красивого адреналиновского карпа. С последними каплями дождя произошла поклевка. Подаривший реально кучу адреналина нам на вываживание. С тридцати метровой дистанции не уставший дал нам дрозда возле подсака. Я сейчас был соправдал свое название. Мой рекорд адреналиновский 18,250. Выпускаем. Опа! Красавчик. Класс! Ну, это рыба. На рыбу похожа. У нас плановый утренний перезавоз. На первой, третьей у нас варенка. Мы решили не перезавозить. Еще оставим постоять. А просто с кораблика докормим. А вторую, четвертую удочку мы перевезем. Потому что у нас здесь стояли долгорастворимые. А у меня растворился вот уже восьмерочка. У меня еще где-то одиннадцать примерно. Ночью у нас был один небольшой амур. Мы успели мы лечь спать, как у нас клюнул. Вот такой небольшой, бойкий амур. Где-то пять с половиной килограмм. Размером. Вот, клюнул он, кстати, на вареный бойл фейдер серии. Десяточка, вареный, маленький бойлик. Вот, прекрасно. Вот такой вот амурчик соблазнился. С первой точки, которая у нас под тем берегом. Вот под этим берегом буквально тоже метров двадцать, наверное. И от берега недалеко метров десять. амур на пять пятьсот. И все, больше ночью поклевок не было. Душу всю ночь. Да, всю ночь почти у нас шел дождь. Наконец-то сегодня он закончился. Сейчас эти перезавозим. Те докормим. По корму у нас пока понемногу переца добавляем. И все. Как-то рыба не дает нам поэкспериментировать и что-то придумать дальше. Но мы работаем головой и думаем, как нам эту рыбу поймать. Как по ощущениям? Голову сильно очень присутствует. Я не пойму. Рыба будет тяжелой, но обычно такая рыба голову не присутствует. Это присутствует. Так что, я думаю, что эта рыба не большая. Наступная сторона. Это опять та же точка, опять это русловая канавка, по которой рыба ходит. И тут оттуда не зря надеялись ее и поймать. То есть, видимо, я не дал нас там, что сейчас будет поклевка, потому что мы ходили туда к дамбе. И видно, что пошло движение рыбы. А естественно, как я уже говорил, она движется не вдоль берега, а именно по русловой канавке с ее и поклевкой. не сдается. И стирается. И вот такая рыбка. Да, клюнул на долго растаримый бой кальмар-клюква. Кому интересно, 16-го размера сорился где-то до 12-го примерно. Прекратился дождь, у нас очередная поклевочка, очередной карпик, такой, вот как наглас казался, в районе 7 килограмм, так и оказался, ровно 7 килограмм. С усовой канавки, видимо, опять пошло движение рыбы, отдам бы к нам сюда вершину. Вот, так что продолжаем ловить, продолжаем получать адвизолин. Поскольку мы ловим в лесной части водоема, где достаточно много на дне всякого мусора, листиков, которые падают с ольхи, веточек маленьких, так дальше, не смотря на то, что мы завозим наши оснастки корабликом, для пути безопасности мы обязательно каждую оснастку завозим со стиком. Сейчас у нас кончились стики, будем делать очередную партию стиков для завоза. И поскольку мы пользуемся программой креветко-специи, мы будем использовать вот такой вот метод стик или 2-х миллиметровый серии тактик креветко-специи и смешивать его с готовым к применению стикмиксом тоже линейки креветко-специи. Рыба не очень активна, погода не очень хорошая, нам не нужен слишком активный стикмикс, поэтому мы активный кестород добавлять не будем, будем просто перец смешивать с готовым стикмиксом и делать небольшие стики просто для того, чтобы обезопасить крючок от мусора и дополнительно суперточечное выделение насадки с помощью микропереца и активного достаточно стикмикса, который дополнительно привлечет внимание рыбы, как мы считаем, к насадке на фоне точечно-выбращения с кораблика при кормке. Так что начинаем потихонечку делать еще стиков и готовиться к очередному перезаводу заоснасток и ждать подхода рыбы. По корму пока мы ничего не меняем, у нас здесь микс пелецов 4 сезона, форелевый небольшого диаметра и крушеный растворимый и долго растворимый креветка специя. Пока кормим так. Рыба не очень активна, мы боимся много корма давать, потому что можно сделать только хуже, всегда, имея кораблик, в случае необходимости всегда можем докормить, если нужно и увеличить фракцию, увеличить количество корма, ну то есть все по ситуации, должна быть обратная связь. Чем активнее рыба, чем она активнее клюет и кормится, тем больше мы кормим, чем меньше, соответственно, тем меньше. Потому что корм забросят легко, а вынуть его обратно сложнее. Совершенно верно. Так что, ну сколько мы ложим в кораблик, вы видели, поэтому пока ничего не меняем. Тем более, что при таких погодных условиях у нас неплохие результаты, поэтому добра добра, как говорится, не ищут, ничего менять мы пока не будем. Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА занимается своими прикозными присадками, насадками. Меня оставили на готовке. В принципе, этим же я и занимался вчера, когда готовил шашлык. Нам вот познали такой классный мангальчик. Я, конечно, не сильно любитель всяких украшательств, но в итоге все, что на нем есть, оказалось очень удобным и практичным и очень продуманным вплоть до буков, всяких прорезей, насечек и так далее. Действительно, очень классный получился мангал, хотя просто мангал, а во время пользования оказалось, что всякие мелочи продуманы. Надпись элементарно помогает собрать правильно мангал. Правильно его собрать нужно для того, чтобы встала сверху специальная подставка под кастрюльку или там ну, что можно поставить на мангал. В общем, ну, действительно, очень удобно. Также это помогает немного вентиляции, умеренной вентиляции, не так, как некоторые мангалы бывают просто как филиал ада, начинают сжигать все, что можно на себе. В общем, неожиданно классный продуманный мангал. Действительно, могу порекомендовать такой мангал как очень хороший, удачный вариант для путешествий, он продуман даже в том плане, чтобы его хорошо собрать, скрутить, он не будет звенеть. Он тяжелый, но при этом очень из толстого железа, надежный. Я не знаю, сколько он может туда служить, может себе покупать, ведь своим детям еще останется и внукам этот шикарный мангал, и он действительно жарить как бог. Сейчас будет картошечка, сейчас будем это все доготавливать. Сковородка тоже от того же производителя, сейчас на ваших глазах производим ее тестирование, проверку и первую готовку. Нам сделали даже такую шикарную вырезку, гравировку, в общем, это семенной мангал с именной крышкой и именной сковородкой. Что из этого получится, сейчас будем пробовать жарить. целый день у нас шел такой противный очень дождь, не клевало, и вот наконец мы уже собрались менять попапы на донные бойлы, потому что уже темнеет, и вот такой 5,5 килограммовый амурчик нас порадовал перед самым тем моментом, когда мы собирались менять насадки и перезавозить наши снасти. Будем надеяться, что все-таки после целого дня такого неприятного бесклевья и неприятного дождя, может быть все-таки ночью мы крайнюю ночь нашей рыбалки мы еще подловим рыбы может быть ранним мусором в общем ловим дальше тарельчатый вот он и сильный получается да, тут я 10 вечера и к нам зашел такой круглый тарельчатый если так можно выразиться карпик вот небольшой он где-то около 7 килограмм чуть меньше но такой сильный очень бойкий может быть такой круглый сбитый весь из мышц от них состоящий поборолся как взрослый вот так что ждем дальнейших поклевок вот слава богу что-то сдвинулось может быть жизнь налаживается и сейчас у нас все-таки начнется более интенсивный поклев как нам бы и хотелось начинает уже светать сейчас вам друзья покажу кабанчика который заставил нас залезть в лодку иначе мы не могли его так вывести где-то зацеп был посредине лески 11 килограмм 400 грамм адреналинов сазана просто нереально сильная машина у меня руки уже отваливались пока мы его подсачили просто груда мышц которая ни на секунду не расслабляет держит в тонусе и дарит нам на рассвете кучу адреналина 11 килограмм 400 грамм красота начинается опять дождик будем выпускать перевозиться пока сильнее не пустился все классно четко шикарное утро сегодня за период нашего пребывания это первый раз что мы увидели солнце может дорога хоть немного подсохнет потому что нас еще ждет впереди экстремальный выезд с водоема будем перезавозиться так это у нас точка номер пять до заканчиваем рыбалку сделали последний перезавоз можно теперь поухаживать за корабликом не зря я его взял как бы при наличии даже лодки в секторе подождю не очень-то и хорошо завозиться на лодке вымокнешь корабликом намного быстрее так что друзья если вы надумали приобрести себе такой кораблик ссылку на сайт я оставлю в описании при заказе указывайте промокод коллесников и вы получите скидку на один из лучших корабликов производимых в Украине ну а мы потихоньку начинаем собирать лаги подсаки сохнут вымотаем удилища наша рыбалка подошла к концу ну несмотря на то что мы попали в слом погоды и преимущественно все время шел дождь тем не менее мы отлично отдохнули получили массу удовольствия получили адреналиновский адреналин поймали 10 рыб 7 карпов и 3 амура поймали большого достаточно карпа 18 плюс прекрасно провели время несмотря на то что погода конечно немножко впечатление подпортила тем не менее рыбалка мы считаем удалась мы ловили с 4 разных точек чтобы не перепрессовывать их и со всех 4 точек мы получили поклевки больше всего поклевок было с русловой канавки по которой рыба перемещается и больше всего поклевок было на то что мы ожидали на мои любимые для этого водоема бойлы и креветка специи так что приглашаю вас тоже посетить этот прекрасный водоем и получить свою долю адреналиновского адреналина а вам друзья по традиции крепкого здоровья больших хвостов длинных паровозов всего доброго пока пока и мы и Субтитры сделал DimaTorzok